Ола, амигос! И до чего я люблю этот чудный апрель. Ну что ни день, то шутки, юмор, хи-хи. Нет, не заморачивайтесь с календарем. Говорю апрель, значит апрель. Ну хорош, вы чё, мне не верите, что ли? Ну странно, конечно. То есть в своё время в пирамидке и трёхлитровые банки перед телевизором — это ну ура. А вот блогерам с честными глазами — нет. Ладно, ваше дело. Но тему шуток вслед за румынским дипломатом подхватил и кто бы вы думали, и нет, не мельник. Хотя направление и правильное. Шольц. Говорит, люблю я Германию, страну нашу, но... Коротка кольчушка-то. Стесненько как-то становится неуютненько. Да, есть у нас выход к морю, но то неправильное какое-то летом зябкое. Германия должна иметь собственные пляжи где-нибудь на Средиземноморском побережье. Ведь мигрантики, что с юго впрут, именно через него к нам и прибывают. А так мы бы им задачку и упростили. Хренак так из воды вылез и уже в Германии. И речь была встречена овациями и одобрительным хохотом людей набожных. Ведь было все это на съезде протестантских церквей в Нюрнберге. Ну, на слуху и местечко. Правда, за пределами этого тусача остроты. В адрес тех, кого только в 23-м году погибло более тысячи, в попытках выбраться из стран, в которых ныне разруха и нищета не оценили. И шутить над тем, благодаря чьим демократиям страны, из которых народ исходит, стали непригодными для проживания. Шольц не стал. Ну, так юмор эта штука такая, тонкая. Инфу нужно дозированно выливать. Еще успеется. А идею со Средиземноморскими пляжами в Нюрнберге вовсе мимо ушей пропустили. Но, может, не раз слышали. Может, стены давили. А ль неловкие исторические моменты перед глазами проплывали. Но был там один, ему тоже плежей не хватало. Но дело же не в Олафе, а в слушателях. Такие перлы нужно в кругу друзей отпускать. Вот румынский дядька бы оценил. Кстати, к нему можно было бы и на тему пляжей подкатить. Может, и потелился бы. Пускай черноморский. Да какая разница. Главное, тепло. Хотя, гоняло, там же вроде с 44-го. Подобный юмор тоже не в ходу. Но 44-й, помните вы, вот аккурат с того самого момента, когда стало понятно, что уже не до хихи. А, кстати, а где была Румыния с 41-го по 44-й? Да разве это важно? Главное, что тогда эти приколы заходили на ура. Ну, а Шольцу будет новый урок. Что жизнь дает? То крылья, то пендель. И вроде вот даже вот в обоих случаях ты летишь. Но до чего, черт возьми, разные ощущения. Ну, а тема с мигрантами в ЕС. И правда начинает набирать все больше размах. И как странно, что через морюшку умудряются их в таком количестве клепать. Прям загадка. Ну, может, фабрики какие там есть секретные. Аль еще что. Ну, по крайней мере, другого объяснения в Европе и нет. Ну, не из-за завезенных же демократий в Ираке там всякие. Или Ливии. Да даже думать об этом глупо. Во-первых, НАТО это оборонительный альянс. А во-вторых, это другое. И то свободы были. И чтобы ситуацию хоть как-то поправить, отправились Урсула и Ков в Тунис. Ну, дабы тему умную рабочую местным загнать. Ну, как вот с Турцией. Мы вам бабла гору, щедрот наших безграничных. И совершенно вот это безвозмездно. А вы чисто по-дружески делаете так, чтобы к нам от вас никто не пер. Кстати, чуть не забыл минутку эрудиции провести. А вы знали, что в мире дрессировки домашних животных проходят ожесточенные споры на тему, как приучить своих питомцев не гадить где попадя. И кто-то считает, что тыкать мордой нашкодившего котенка в лужу или кучу это выход. Другие говорят, что это негуманно, так как с животными нужно помягше. И я вообще отвлекся, о чем я говорил. А, приехала Урсула фон Дерр и Джорджия Мелони в Тунис и говорят. А чего это вы так хреново тут живете? Не доедаете, не досыпаете? Может с экономикой какие у вас проблемы? А давайте мы вам 900 лямов отслюнявим по-братски и будет вам счастье. Мы же как-никак с вами соседи. Ваша печалька, наша печалька. Но, по крайней мере, еще анонсируя свою поездку, тема звучала именно так. Ну а по прибытии оттрапезничали и началось. Прекрасная у вас страна, морская. Можно сказать, центральный порт Африки. А как было бы чудно, если бы вы подергались, малек, и волшебство нам нарисовали. Чтобы через ваши порты к берегам нашим кораблики с мигрантиками не отчаливали. Вот бы всем по красоте было. Президент Туниса Каис Саид обрадовался, в ладошь захлопал. Ну так 900 лямов на дороге не валяются. И говорит. Ценю я наше сотрудничество, озабоченности ваши понимаю. Да и кризис нынешний подкосил вас. Но не переживайте, европейцы, обеспечим мы страны вашей рабочей силой. И заживете лучше прежнего. А касаемо защиты границ ваших от люда местного африканского, то следите за рукой. Вы же на берегах своих о достоинстве, гуманизме и отсутствии расизма заливаете. Ну так давайте и на максималках. Но я чел гостеприимный, посему не буду вас сейчас обвинять в лицемерии и пренебрежительном отношении к странам африканским. Но за те прелести, что вы сейчас хаваете, скажите спасибо своим демократиям и закьянским друзьям. Привет передавайте. А теперь, соседи, несите ответственность за свои поступки и кушайте, не обляпайтесь. А и чуть не забыл про котят. Там еще другая точка зрения есть, что если их в дела свои носом тыкать, то ведет это к разрушению психики котенка. И вот на фоне этих ментальных пертрубаций ему начинает нравиться, когда его мордой в гумно укатывают. Так что вот непосредственно в животном мире искать нужны альтернативные варианты воспитания. Отличного дня. Пока.